Деуш-Ландфунк, Германия, настоящая альтернатива газу из России. Флориан Келлерман. Деуш-Ландфунк, Германия. 12 февраля 2019 года. Летом 2017 года президент США Дональд Трамп выступил с речью в Варшаве. Вслед за этим Матюш Моравецкий, Матюш Моравецкий, сегодня премьер-министр, а тогда еще министр экономики и финансов, дал активно цитируемое теперь интервью. Матюш Моравецкий, мы хотим стать узловым пунктом для газа. Этого мы сможем добиться благодаря сотрудничеству с США. Таким образом мы не только станем независимыми от импорта русского газа, но и превратимся в распределительную станцию для природного газа в Центральной Европе. В том же интервью Моравецкий выдвинул аргументы против газопровода «Северный поток-2», который должен будет транспортировать газ через Балтийское море из России прямо в Германию. Против «Северного потока-2» Польши протестует, прежде всего, по политическим причинам. Но в действительности Польша выиграет и в экономическом отношении, если «Северный поток-2» не будет осуществлен. Став распределителем газа, Польша обретет большое конкурентное преимущество. Она сможет в значительных масштабах даже экспортировать газ, например, на Украину, считает эксперт по энергетике Войцек Якобек, Уэйч и Эч Якобек. Дешевле, чем российский газ. Газ из США уже поступает в Польшу через терминал для жиженного газа в Свинуюсьце. В прошлом году Польша получила 20% импортного газа через этот терминал. Один из поставщиков – Катар. В конце января этого года польские средства массовой информации сообщили о 50-й поставке. США предлагают самые выгодные условия поставок. Об этом сообщил Петр Возняк, Петр Озняк, руководитель полугосударственного газового концерна «Вгник». Я буду придерживаться договоренности и не назову цену, но могу лишь сказать, что она не идет ни в какое сравнение с той, которую мы платим России. Она на 20% ниже. Но пока нам еще приходится закупать газ в России. С 2022 года, когда закончится действие долгосрочного договора, Польша собирается отказаться от российского газа. Будет еще больше расширен терминал для жиженного газа в Свинуюсьце. В настоящее время он может принимать ежегодно 5 миллиардов кубических метров газа. В будущем этот показатель должен достичь 7,5 миллиардов кубических метров. Польша хочет стать газовым хабом Европы. Кроме того, Польша планирует через три года начать импортировать газ из Норвегии. Этот проект называется Baltic Pipe – Baltic Pipe. Как заявил уполномоченный польского правительства по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, Петр Наимский, строительство данного газопровода должна начаться весной. Этот газопровод пройдет через Балтийское море и в Данию и соединит нас с месторождениями в Норвегии. Там, в Северном море, разработки ведет и газовый концерн «Бгник». То есть газ, пришедший оттуда, будет добыт польской фирмой. Это тоже один из элементов нашей стратегии. И внутри страны Польша создает сейчас необходимую инфраструктуру, чтобы стать так называемым газовым хабом для региона. Уж имеющаяся газопроводная сеть будет дополнена двумя нитками, ведущими с севера на юг. В том числе и на фоне этих далеко идущих планов Польши в газовом секторе Варшава позитивно оценивает тот факт, что в ЕС в отношении северного потока, два хотя бы не прекращаются напряженная полемика. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.